всем привет вы не поверите во всем виновата зон и дорогая доставка из китая а лена она вообще только 100 рублей зарабатывает хотя бы с пары сережек и чтобы не быть голословной я вам поставлю отрывок из прямого эфира смотрите обе забрались как-то уже неприятно стало смотрите кстати ваши серьги на вагберис стоит 376 рублей и отзывы они плохи ну хорошо за плохие вот на мне вот эти вот серьги на вагберис может быть кто-то продает остатки какие-то либо еще что-то цена на товар складывается из закупки самого товара он может быть не очень дорогой но есть еще доставка этого товара так как он идет издалека то доставка получается очень дорогая так как вы торгуете на маркетплейсе то маркетплейсе есть налог у него есть ставка за то что вы торгуете на ну то есть налог это вы просто там уже за продажу платить у него есть ставка за то что вы размещаете свой товар на маркетплейсе, у него есть ставка за доставку. Плюс ещё там какие-то упаковка набегает. Из всего из этого складывается цена. Так вот по той цене, по которой мы взяли эти серьги, купили, они к нам пришли, мы заплатили за доставку, мы заплатили за размещение, за то, что они там будут идти. Ты вот с этих серёжек, вот с той ценой, которая там сейчас стоит, 100 рублей имеешь. При том, что у тебя может быть брак. То есть вообще серьги, допустим, такие, это вообще невыгодно. Поэтому продают на Валдбесе, ну ради бога, пусть продают. Но, понимаете, посчитать очень легко. Да, на Алиэкспрессе дёшево стоит. Да, дёшево стоит. Но вы будете месяц ждать, пока кто-то придёт. И ещё раз говорю, я не знаю, как они там с доставкой вопрос решают, но доставка не дешёвая, совсем не дешёвая. И никто там в убыток себе работать не будет. Но и больших плюсов там, поверьте мне, тоже нет. Вы попробуйте ещё это всё продайте, реализуйте. А сейчас мы с вами зайдём к Лене в магазин. Посмотрим, какое количество товара у неё имеется в продаже. потом идём на Алиэкспресс, сделаем заказ такого же количества товара и посмотрим, сколько будет стоить доставка. Интересно и мне. Чтобы положить товар в корзину, нужно под товаром нажать плюсик столько раз, сколько ты хочешь себе этого товара. Давайте посмотрим, сколько товаров, количество в штуках у Лены есть в магазине, да, наглядно видим, вот сумок 49, сумок 28, серьги 60. Ну, пожалуй, давайте закажем серьги, 60 серебристых лебедей и 60 чёрных. Зайдём на сайт Алиэкспресс. В корзину я положила 120 пар лебедей на сумму 17 644 рубля. Как можете видеть, за доставку ничего не просят. Итого пара мне обходится в 147 рублей 20 копеек. Наверное, можно попросить дисконт у продавца, он с удовольствием его даст. Давайте выберем теперь кошелёк женский, маленький бумажник, 570 рублей. В корзину я положила 50 кошельков. За доставку, как видите, огромную доставку. Просто большая цена за доставку 282 рубля. Я решила попросить дисконт у продавца, он любезно предоставил мне скидку 1200 рублей. Все расчёты вы можете видеть. Стоимость кошельков 14 923 рубля, делим на 50. Стоимость 298 рублей. Давайте ещё что-нибудь закажем. Например, 20 рюкзаков с голубой полосой и чёрных 20. Я сразу написала продавцу, сказала, что хочу скидку. Он сказал, что нужно оформить заказ, но не оплачивать его. Тогда он мне изменит цену. Чтобы оформить заказ, нужно ввести данные карты. Этого я делать не буду. Тут и так всё понятно, что доставка бесплатная. Рюкзаки получаются по 1140, плюс ещё скидку сделает продавец. Ну, господа, по-моему, это лайк, господа. Выводы делать только вам. Сколько стоит доставка из Китая, мы теперь с вами знаем. Или вы пьющий непристойный. Вы пьющий непристойный. На садовод съезжу по возможности. Спасибо всем за внимание. Всё самое интересное впереди. Увидимся с вами. Пока-пока.